называют историческим и не сомневаются в легитимности референдума. Право на самоопределение еще никто не отменял. Оно прописано во всех международных документах. Почему-то никто не заявил о том, что референдум по независимости Шотландии, который будет проходить в сентябре этого года, априори незаконный. А почему же народы Крыма лишают его законного права высказаться по своему самоопределению? Вот знаете, вот эти двойные стандарты, референдум – это самая высшая форма волеизъявления всего населения. Не отдельных избирателей, не отдельных групп, это не социологический опрос. Это возможность каждому жителю Крыма отдать свой голос за то или иное решение. И кто вправе отменять волеизъявления народа? Мы не возражаем, конечно, ни против никаких наблюдателей. В первую очередь со стороны Российской Федерации, потому что они с первого момента кризиса сопереживали нам. Они находились в центре событий, они всегда помогали нам. И, честно говоря, нам больше и некому было помогать. Теперь в обеих палатах Федерального Собрания ждут решения жителей Крыма. Дмитрий Кочетков, Александр Овшаров, Алексей Боровиков, Первый канал. Крым уже вовсю готовится к референдуму, а вместе с ним и Севастополь, который имеет статус города государственного значения и подчиняется напрямую Киеву. Голосование назначили после того, как Севастопольский городсовет также принял решение войти в состав России. Репортаж Евгения Лямина. Сегодня работа по подготовке проведения референдума идет в каждом райсовете Симферополя. Люди говорят, что будут работать до позднего вечера и в выходные, и в праздничные дни, поскольку до референдума осталось чуть больше недели. Урны для голосования достают, расчехляют, приводят в порядок. Дальше их опломбируют члены избирательной комиссии. С этими маленькими пойдут по домам. Голос каждого должен быть услышан. Уже сформированы рабочие группы, которые пойдут в народ и будут разъяснять всем желающим суть референдума. Но, кажется, в городе людей, которые не понимают, о чем речь нет. И каждый уже определился. Я определился давно. Пойду за Россию. Естественно, пойдем на референдум и обязательно будем голосовать за вступление в состав России. Я родилась в 1947 году. Я родилась в России. Тогда Крым был российский. Я мыслю и говорю на русском языке. Так что иного я не представляю. Своё решение провести референдум о воссоединении с Россией парламент Крыма принял накануне. С таким обоснованием этого постановления в связи с отсутствием легитимных органов государственной власти на Украине. Уверен, что референдум 16 числа как раз одобрит решение Верховного Совета Крыма. И, соответственно, граждане, которые давали нам мандат, поддержат нас в этом волеизъявлении. Вслед за Крымским Верховным Советом в Севастополе на внеочередном заседании Горсовета также было принято решение о проведении референдума. Депутаты заседали не больше получаса. Голосовали единогласно. О своём историческом решении жителям депутаты объявили сами. На улице их с нетерпением ждали сотни людей. Севастополь! Блины! Россия! Кроме решения войти в качестве самостоятельного субъекта в Российскую Федерацию, депутаты в Севастополе постановили провести 16 марта референдум. На нём жителям города предлагают поддержать решение Горсовета. Севастопольцы должны определиться, разделяют ли они намерение Крыма войти в состав России в качестве субъекта федерации или же считают необходимым восстановить Крымскую Конституцию 92-го года. В соответствии с ней Крым – президентская республика в составе Украины, но со значительно большими полномочиями и самостоятельностью, чем сейчас. Мы сторонники совершенно законного, легитимного процесса. Процесса, который позволит учесть мнение тех, кто несёт власть. Потому что источником власти является народ. И когда народу более 20 лет говорят, живите без закона о статусе Севастополя, ну, вы понимаете, если без эмоций, то терпение заканчивается. На самом деле, отвечать на эти вопросы предстоит больше, чем просто городу. У Севастополя особый статус. Город государственного значения. Де-юра в состав Крыма не входит. Кроме того, в это территориальное образование входит и город Инкерман, посёлок городского типа Кача и ещё 28 сёл. Честно говоря, даже мне нет слов. Мы когда стояли, все кричали, просто реально хотелось плакать. Просто я надеюсь, что всё будет хорошо, мы действительно будем Россией и скоро будем называть себя россиянами. Сразу после постановления о воссоединении с Россией, премьер Крыма пояснил, что отныне украинские войска на полуострове или должны подчиниться крымским властям, или сложить оружие и вернуться на Украину. Казаки помогают в этом по охране, общественному порядку. Мы, чтобы было спокойно, независимо, кто здесь как, всё должно решаться мирным путём, чтобы люди улыбались и не боялись выйти на улицу своего родного города. Казачьи наряды теперь патрулируют и улицы Севастополя, а ещё ими усилили отряды самообороны, которые охраняют те части украинской армии, которые ещё раз думывают, как им поступить в этой ситуации. Евгений Лямин, Евгений Завадский, Антон Степаненко, Алексей Сонин, Геннадий Константинов. Первый канал. Крым. Ситуацию на Украине ещё раз обсудили Владимир Путина и Барак Обама.